Здравствуйте! На телеканале ПС Время новостей в студии Олеся Кокина. В Приморском районе архангельские силовики задержали диверсионную группу. Такова легенда очередных антитеррористических учений. Сначала силовики отработали поиск и нейтрализацию условных террористов, после чего задержанные преступники сообщили. В поселке Васьково расположилась группа из семи человек, которая готовит теракт на объекте массового пребывания людей. Бойцы спецподразделений получили задачу найти и обезвредить группу. В ходе проведенных мероприятий отмечена высокая сложность сил и средств, включенную в группировку из различных ведомств. Всего участвовало порядка 400 человек из сил ОМВД, Национальной гвардии, ФСБ и прочих подразделений. Результаты учений оцениваю как хорошо. Насколько законна работа некоторых ларьков и киосков в Архангельске? С этим вопросом к главе региона Игорю Орлову на личном приеме обратился житель областной столицы Николай Завьялов. В частности, его волнует работа торговых павильонов, которые расположены рядом с остановкой общественного транспорта по адресу Уридского, 70. Там автобусная остановка одна, она с краю, а около нее расположены киоски, шашлычно даже, много. А, видать, один подъезд, а один, наверное. Но, короче, жильцы жалуются. Проблема, отметил глава региона, требует комплексного подхода. Проверка легальности размещения нестационарных объектов и соблюдения чистоты вокруг них. Должна быть проведена на всей территории города. Здесь, безусловно, надо навести порядок. Я, вот с учетом вашего обращения, поручу городу и администрации разобраться непосредственно по тому адресу Уридского, 70, да, вы сказали. Чтобы разобрались и там по каждому из этих объектов определили, насколько законно они находятся. Кроме того, отдельное внимание уделят остановке у магазина «Спорттовары». Там нет даже навеса, чтобы укрыться от дождя, ветра и снега. Для решения этой задачи администрация города необходимо привлечь инвестора, чтобы оборудовать остановочный павильон. К другим темам. В областном центре активно работает программа по замене водоразборных колонок. За три года вместо старых приспособлений для подачи воды, а таких сегодня в Архангельске 350, водоканал планирует установить новые колонки с подогревом и электронным доступом. Пока в городе работает только одна такая колонка в Соломбале. Колонка на Ленинградском 133 давно заброшена. Жителям местных деревяшек которым не подведено водоснабжение, приходится постоянно закупать живительную влагу. Впрочем, и раньше было не лучше. Летом воду из колонки каждый день набирали дачники, а за большие водопотери расплачивались местные жители, плюс огромные очереди. Подобные проблемы до сих пор испытывают жители дома 36 по улице Дачная, рядом с которым установлена колонка. Люди просто не понимают, что мы платим за эту колонку деньги. Они с этими бидонами набирают целые бидоны. То есть смотришь в окошко, чтобы улучшить момент, чтобы прийти за эту колонку. Так-то, конечно, ключ бы помог очень хорошо бы. То есть они бы уже знают, что здесь ключ, то есть только для местных, все, они уже останавливаться бы не стали бы. Но вскоре здесь все изменится. Обе колонки попали в список на обновление. Уже в этом году работники водоканала вместо старых установят по адресам новые электронные колонки. Это электронная колонка, которая, во-первых, обогреваемая, во-вторых, она имеет электронный ключ доступа. С помощью этого электронного ключа абонент подходит, прикладывает карточку, осуществляется налив и учет объемов потребляемой воды. А еще колонка, что называется антивандальная, и работает практически при любых погодных условиях. Пока в городе установлено только одно электронное устройство для подачи воды в Соломбале. Оценивая работу колонки по пятибалльной шкале, ей смело можно поставить самую высшую оценку, говорят специалисты. В течение всей зимы у нас ни разу не было прекращения подачи воды, по данной колонке, что, собственно, позволяет говорить о том, что задача или цель, которую мы преследуем, она выполнима. Люди, которые получили электронные ключи от данной колонки, это жители ближайших кварталов, в течение всей зимы у нас не поступило ни одной жалобы. В планах у водоканала в этом году заменить около 100 колонок, в следующем еще 200. Полностью завершится процесс модернизации в 2019 году. Вадим Федосеев, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. И в продолжение темы водоканал информирует. Из-за проведения ремонтных работ сегодня после 18.00 будет организован подвоз воды к домам, расположенным по улицам. Пушкинская, Берговиново и Красных Маршалов. Поморья атакуют клещи. Уже полтысячи северян обратились к медикам после укусов насекомых. Пока эта цифра значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но врачи не советуют пренебрегать профилактикой. Больше всего клещи присасываются в Вельском, Конорском, Устьянском, Котловском, Красноборском, Каргопольском, Няндамском, Верхнепоемском, Виноградовском, городах Котлосе и Коряжне. Вакцины против клещевого энцефалита сделали более 6 тысяч человек. Совместные проекты власти и церкви и планы по дальнейшему сотрудничеству обсудили в правительстве региона. Одним из приоритетных направлений участники обсуждения назвали возрождение церквей и храмов, которые располагаются на территории области. «Хотелось бы встречаться чаще, и мы все, владыки, мы делаем выезды по своим епархиям. И выезжая, будем вместе встречаться, общаться и возрождать нашу замечательную землю. Потому что ведь у нас с вами больше всех таких замечательных памятников, как деревянное зодчество». В перспективе новые храмы должны появиться в поселках Катунина, и Васькова работа в этом направлении уже ведется. «Коллеги, к вам обращаюсь. Занимайтесь восстановлением какого-то храма, строите, восстанавливайте какую-то церковь, часовню. Дайте это в план мероприятий. Все вместе мы, с одной стороны, получим объект, над которым будем вместе, который вместе будем опекать, а с другой стороны сможем в какой-то момент оказать поддержку, помощь». Также на встрече обсудили вопросы духовного воспитания подрастающего поколения и работы по противодействию так называемым деструктивным культам. Две серебряные и две бронзовые медали – таков результат выступления нашей команды на чемпионате Северо-Западного округа по боксу, который прошел в Череповце. За право быть первыми боролись лучшие боксеры из девяти регионов России. Сборную Архангельской области представляли восемь спортсменов. Серебряные медали завоевали Дмитрий Маштаков и Виктор Серба. Бронзовыми призерами стали Никита Денисов и Иван Якимов. Хорошее пополнение в команде «Водник». Спустя два года в клуб возвращается полузащитник Юлий Радюшин. В прошедшем сезоне он играл за Кировскую родину. Контракт с ним рассчитан до завершения предварительного этапа розыгрыша Кубка России. Если к игроку не будет претензий со стороны тренерского штаба, то с Юрием подпишут контракт до середины конца хоккейного сезона. Юрий Радюшин – серебряный и бронзовый призер чемпионата России, обладатель чемпионского кубка, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров. И вот такую картину наблюдали наши зрители на трассе М-8 недалеко от Брин-Наволока. Автопутешественники остановились на дороге отдохнуть, когда из леса к ним вышел медведь. Косолапый был настроен весьма мирулюбиво и не пожелал долго общаться с людьми. Осмотрев окрестности, ушел обратно в лес. Стоит отметить, что медведи все чаще стали выходить не только на дороги. Кое-где в области их видят и в деревнях. Это все новости к этому часу. Встретимся в 16.00. КОНЕЦ